Всем привет, с вами Крис и свежий обзор на ПТБ 7.6.0. Поехали! Ту-ту-ту, в этом патче нас ждут следующие новинки и изменения. Новый маньяк, новый выживший, новая карта, изменение эффекта травмы, реворд некоторых убийц и их аддонов. Ну и конечно же изменения в кровавой паутине, которые все ждали. А теперь поподробнее остановимся на каждом пункте. Новый маньяк. При виде нового убийцы, если честно, мне стало плохо. Внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего. Я согласна, что Dead by Daylight это хоррор игра, но по внешности нового маньяка, будто 2 это комбайн с фермы переехал. Но серьезно, тизеры, конечно, в 100 раз лучше были, чем получилось в действительности. В общем, это типичный телепортирующийся маньяк, который может с легкостью шлепнуть тебе на расстоянии, правда не на небольшом расстоянии, и все же. И имеет скорость 4,6 метра в секунду, радиус террора 32 метра и среднего роста. Как говорится в инфе от персонажа, но я бы сказала, что он выше среднего. Про перки. Непредвиденное. Ломая генератор, вы окружаете его радиусом террора на 30 секунд. Но при этом ваш собственный радиус увеличится на 32 метра. Чисто сияющий страх на максималках. В течение этого времени вы получаете статус незаметности. Инфа про перк сама себе противоречит. Видимо, имеется в виду, что радиус террора на генераторе будет 32 метра в течение 30 секунд. Конечно, при вкачанном навыке. Иначе бы от статуса незаметности не было бы толка. Описание Best of the Best. Незавершенное. Когда выживший не проходит проверку реакции при лечении, вы получаете 3 жетона. Максимум 30. Ломая генератор, вы тратите все накопленные жетоны. Кто бы сомневался, что все сразу уйдут. Для накопления этих жетонов можно вообще всрать матч. За каждый жетон генератор теряет 1% от прогресса. Восстановление становится недоступным на 1 секунду. Став доступным, он начинает разрушаться. Перезагрузка. Перка. 60 секунд. Допустим, идеальная ситуация для перка. Сорвы при прохиле 10 раз промазали в скиллчек. Дали 30 жетонов и тысню с 30% от починки на гене, с чем в легкую справляется чертик. Только тут не надо накапливать жетоны. Профитов перки нет от слова совсем. Даже в идеальной ситуации, если честно. Перк свободный. Этот перк активируется на 30 секунд, когда выживший получает любые повреждения. Прыгнув в окно, вы получаете 5% к спешке на 10 секунд. Этот эффект не складывается сам с собой. Бехейвер, вы серьезно? Кто вам придумал эти перки? Ну, ранили, сорвая дальше, это что? Если окон нет и все, ман совпалет. Максимально бесполезный перк. Как, впрочем, и все перки этого мана. Короче говоря, с маном обосрались по полной. Мерзко выглядящий киллер с бесполезными перками. Зато он может телепортироваться и быть знатным пешеходом со скоростью 4.6. На этом все. Новый выживший. Если уж начали говорить про внешность, то пройдемся и по внешности нового выжившего. Школьница-неформалка с приятной внешностью, достойная соперница Фэнк Минк, надеясь на новые скины в той же тематике, что и оригинальной. Стонно не сказать, что прям громкие. Они не громкие, но и не тихие, как у Уэйса или Алана. По лору, Сейбл любит страшные душезахватывающие истории, легенды и тесно связано с Микаэлой Рид. Да, теперь у нас не одна ведьмочка на сурвах. Перки же у Сейбл, ну просто трэш. Все они зависят от подвала. Привет, территориальный империтив, наконец-то ты пригодился. Хотя даже без них мы прекрасно с вами знаем, где будут находиться все рандомы. Конечно же в подвале. Ведь надо же реализовать перки. И так по самим перкам. Чары. Пауки-пряльщики. Одноразовый перк, который мало того, что даст тебе ослабление, так еще и профита мало. Но дал ты на все 7 генов 15% прогресса. Но это все. Ты не чинишь быстрее, ты не летишься быстрее, а просто ходишь постоянно раненый. Да идите нахрен с этим перком. Перка дерзость. Единственный плюс этого перка, что отправляешься за каждый жетон быстрее от эффекта травмы на 20%. Но на этом все. Перк также заряжается в подвале. Нужно быть там в течение 15 секунд, чтобы получить один жетон. Максимально 5. И как бы Фа о перке говорит нам о скорости к починке, но разрайбы уже все поменяли и даже переработали этот перк на лечение. А ловко они это придумали. Так что даже не знаю, что ей сказать. А, точно. На тебя еще должно действовать проклятие, чтобы все это работало. Как тебе такое, Лэдмаск? А что за проклятие? Конечно же, никто не знает. Перк сила во мраке. Находясь в подвале, теперь ты без аптеки можешь прохилиться на 60% быстрее. Привет, самохил номер 2. Ведь прохилиться все будут бегать. Подвал. Перк на аптеку не работает. Зато ты можешь полечиться сам. И быть самостоятельным. Да, еще и увидеть ауру-убийца по окончанию на 10 секунд. Ю-ху! Очередное говно для соло-рандомов, которые так и так руинят игру. Спасибо разработчикам за эту возможность по сливным карткам. Низкий вам поклон. Гем-дизайнер, который придумал Сэйбл, только один справился со своей задачей. Больше никто. Итог. Мы имеем сорвов в подвале и мана караулищего подвала. Ммм, сказка. Кстати, у сорвов теперь есть пятый перк. Звучит смешно, правда? На самом деле, тут тоже все грустно. Ведь, опять же, он зависит от подвала. И благо, хоть боты тут не будут лезть помогать, а спокойно чинить генераторы и бегать по карте. Ведь на то, чтобы воспользоваться пятым перком, нужно 120 секунд проведения в подвале, в кругу соли, для получения 15% на генераторы. Мои полномочия все, за что вы так с нами. Итак, новая карта. Игрокам открылся новый раздел из совшего острова. Лощадь Гринвилля сильно отличается от того, что раньше можно было увидеть в этом царстве. Здесь представлен совершенно новый набор плиток, включая новое здание, театр. Обязательно изучите и все его слои. Ищите статую, где два знакомых друга встретились и оставили свой след. Что это значит и куда это нас приведет дальше? Никто так и не вернулся, чтобы сказать нам. Так эту карту описывают разработчики. Но в реальности же получается, что это самая имбалансная карта во всей истории игры. Она огромная. С двумя окнами и хер знает сколько палет. Гидеон нервно покуривает сторонки. Почему? Да все просто. Палета на палете, да еще две палеты в одном месте. Рай для сурвов и А для манов. Такой не законтрить даже с яростью духа и стойки. Кажется, эти два перка войдут в мету после выхода этой карты на основу. А расположение ворот? Да ни один маньяк не законтрит это никогда в жизни. Даже Анюрсе не хватит блинков для того, чтобы добраться быстро до ворот. Справиться с этим, пожалуй, только неведомо. И все остальное? Все остальные 30 с хостиком убийц будут просто левать с этой карты. Обузка на обузке, обузный центр, обузный мейн, да это пиздец, товарищи. Скажут все маньяки и нахрен удалят ДБД с компов. Зато сурвы будут рады. Слива я не хочу, даже обыгрывать ничего не надо. Резко мейн, сурв встал на защиту манов. Статус травмы, или как вам удобно можно назвать, это эффект. Этот статус и так не имел почти никакого веса. Ну наложен от тебя эффект, ну полечишься-то дольше. И все, прогресс отката лечения нет. Смысл было переделывать его во временной, вообще не вижу. Если бы сделали такое с кровотечением, то да, это было бы более похоже на правду жизни и имело бы больше веса. Это изменение коснулось таких перков, как мясник, секущий на мясника, ну и соответствующий аддон у маньяков. И, кстати, тут сделаю небольшую оговорочку. Возможно, возможно. Есть ошибка с локализацией слова английского, которое переводится как травма. И, возможно, имелось в виду кровотечение. Но пока непонятно, что с этим делать, что, как это будет работать. Итак, в этом патче мы еще увидели реворг некоторых маньяков и их аддонов. Долго и углублено на этой теме я останавливаться не буду. Скажу лишь основное и кратко. У нас на переработку пошла такой маньяк, как свинья. Атака из засады. Длительность атаки из засады увеличена на 2-3 секунды. Было 2 секунды. Время восстановления успешной атаки из засады уменьшено до 2-7 секунд. Было 3. Время восстановления промаха атаки из засады уменьшено до 1,5 секунд. Было 2. На особом умении увеличена скорость в приседе до 3-8 метров в секунду. Было 3-6. Пешение рса вернулось в виде свиньи на корточках. Время, необходимое для приседания, уменьшено до 1 секунды. Было 1-3 секунды. По капканам, свинья больше не может видеть ауру коробок вазлов, которых сурвы разгадывают свои коробки. Базовый таймер обратных клапанов теперь составляет 3 минуты. Было 2,5 минуты. Эффекты аддонов, которые уменьшали время восстановления промаха атаки из засады или время проседания, были уменьшены, поскольку их эффект теперь явно является частью ее базовой способности. Ведьма. Увеличено максимальное расстояние телепортации до 48 метров. Было 40. Время установки ловушки уменьшено до 0,9 секунд. Было 1 секунда. Зачем? Не спрашивайте, не знаю. Увеличено время действия срабатывающих фантомных ловушек до 6 секунд. Было 5 секунд. Время, необходимое для стирания фантомной ловушки, было увеличено до 4 секунд. Было 3,5 секунды. Уменьшен радиус срабатывания ловушки до 2,7 метра. Было 3 метра. Поменяли ей также аддоны болотная вода, кровавая вода и кровавая грязь. Теперь, наоборот, они уменьшают эффект срабатывания ловушки фантома на 10, 20 и 30 процентов соответственно. Эффекты аддонов, которые увеличивали максимальный радиус для телепортации и время установки ловушки, были уменьшены, поскольку их эффекты теперь являются частью базовой способности. Флоу. Длительность ускорения добивающего антидота увеличена до 6 секунд. Было 5 секунд. Время активации добивающего антидота уменьшено до 2 секунд. Было 2,5 секунд. Увеличена вместимость базовых бутылок до 6. Было 4. Уменьшены визуальные эффекты добивающего тоника, чтобы уменьшить укачивание. Доктор. Дальность шоковой терапии увеличена до 12 метров. Было 10,7 секунд. Задержка перед шоковой терапией уменьшена до 0,8 секунд. Была 1 секунда. Снова аддоны, которые обеспечивают аналогичные эффекты, были ослаблены. Демагоргон. Время восстановления успешной атаки и разрыва было уменьшено до 2,7 секунд. Было 3 секунды. Эффекты аддонов, которые ускоряли восстановление рывка, были уменьшены, поскольку их эффекты теперь являются частью его базовой способности. Охотница. Базовая вместимость топора увеличена до 7. Было 5. Увеличена скорость передвижения с топором в руках до 3,54 метра в секунду. Было 3,08. Уменьшено время, необходимое для заряда броска топора на 10%. Эффекты аддонов, которые уменьшали время, необходимое для заряда броска топора, были уменьшены, поскольку их эффект теперь является частью базовой способности. Мор. Аддон в состав 33 теперь ограничивает количество ускорений до 3. Было 2. По Мору все. Все так ждут, когда же придет это обновление на Мора. Ух, когда же его понерфят, когда же его бафнут ненароком. Их баланс на жемант. И, конечно же, мы наконец-то этого дождались. Изменев кровавой паутины. Узел Центр Автоматических Покупок разблокируется для всех персонажей после того, как хотя бы один из них получил престиж. Вплывающие окна повышения уровня можно пропустить, нажав соответствующие кнопки. На этом у нас сегодня все. Как итог, я бы сказала, что это обновление никогда не должно выйти на лайв сервера. Ладно еще новый маньяк, но Сурф, точнее его перки, никогда не должны увидеть свет. Жаль, только к нам не прислушаются. Не забудь поделиться своим мнением об этом ПТБ в комментариях, а также подписаться на канал, поставить лайк и присоединиться во все социальные сети. Ссылочки есть в описании и в шапке профиля. Мы ждем тебя именно там. И увидимся с тобой буквально в следующем ролике. Пока-пока.